Рады приветствовать вас на канале колледжа бодибилнга и фитнеса имени Бена Вейдера и сегодня у нас в гостях преподаватель государственного университета физической культуры спорта и здоровья имени Петра Францевича Лесговта Юрий Николаевич Королёв. Юрий Николаевич, рада вас видеть. Добрый день, дорогие друзья, мы с удовольствием поговорим сегодня о теме физиологии дыхания и мой собеседник, надеюсь, интересуется этим вопросом и поможет вам разобраться в некоторых вопросах. Пожалуйста. Итак, дыхание. Для чего оно осуществляется? Какую оно функцию выполняет, дыхание? Недаром древние греки говорили «дум спирос пера», «пока дышу, надеюсь». Ну а для нас с вами интересно еще одно выражение, которое сказано. «Sana in corpore sana» – «в здоровом теле здоровый дух», то есть умеющее, хорошее, нормальное физиологическое дыхание имеет, наверное, и хорошее тело, и наоборот. Поэтому дыхание, в общем-то, настолько важный физиологический процесс для нас с вами, что если от пищи можно отказаться в течение двух-трех месяцев и существовать, от воды можно отказаться на двое-трое суток тоже, не испытывая, испытывая, конечно, определенные очень большие трудности, но оставаться живым, то без дыхания, без поступления в организм кислорода и удаления углекислого газа человек может жить 2-3 минуты. И особенно важно знать, что время этого дыхания ограничено для очень высокоорганизованных клеток, клеток, в частности, головного мозга, и конкретно лобных долей, а в лобных долях третичных полей, то есть то, что определяет интеллект человека. И поэтому при целом ряде заболеваний, особенно инсультах, особенно страдают те клетки, те молодые нервные клетки, они молодые по степени своей зрелости и степени, ну, самой антогенеза, участия в антогенезе и по их формированию. Они погибают в первую очередь, поэтому поступление кислорода необходимо постоянно в организме человека. Второй вопрос. Значит, если поступление кислорода настолько необходимо для организма человека, так а в чем же дело? Почему запасы кислорода в организме человека не существуют? Их нет. Как бы вы ни старались дышать глубоко или часто, пытаясь создать запасы кислорода, ну, хотя бы для того, чтобы задержать дыхание, или нырнуть под воду и задержать дыхание, да, на длительное время, то запасов кислорода, поверьте мне, в организме не существует. Дело в том, что кислород настолько агрессивный газ, он немедленно вступает в химические реакции и взаимодействие с любыми клетками организма человека. Поэтому оставить его про запас невозможно. И в этом случае поступление в организм воздуха атмосферного, в том числе кислорода, кислорода содержится 21% средним в атмосферном воздухе, необходимые условия для нормальной жизнедеятельности организма человека. Так, Юрий Николаевич, хотелось бы узнать у вас для начала в целом, какие типы или виды дыхания существуют? По поводу вашего вопроса, типы дыхания. Да, в особенностях строения легких выделяют верхние отделы легких, верхушки так называемые, среднюю часть, корень легкого и нижние доли легкого. А вся, в общем-то, зона, альвеолярная зона, которая предполагает газообмен в этих структурах, достаточно большая площадь. Так вот, в том случае, когда дыхание происходит в верхних или средних отделах, его называют грудным или верхним, в зависимости от той самой методики классификации или типа разделения, вот такой тип дыхания. И второй тип дыхания, который по-разному тоже называется, он называется, допустим, брюшной тип дыхания или диафрагмальный тип дыхания. Вот ответ на ваш вопрос. Да, это тип дыхания, который предполагает участие всех отделов легочной тканей, верхних и средних и нижних. Почему я говорю именно и интересен этот вопрос? Дело в том, что различные дыхательные психотехники, которые, если будет возможность, я вам расскажу при нашем собеседовании, разговорах, они предполагают участие различных, ну, допустим, структур легочной ткани в этом дыхании. Ну, например, чтобы вы понимали, о чем идет речь, дыхание йогов, пранаяма. Он имеет семь классов разделения этих дыхательных управлений. Одно из них — это полное дыхание, то есть предполагающее в том числе вот и участие диафрагмы. Диафрагма очень интересная мышца, которая участвует в дыхании. Нижний отдел легких ограничен диафрагмой. Легкие находятся в замкнутой полости, где, на всякий случай, существует отрицательное по отношению к атмосферному внутри плевральное давление. Вот поэтому легкие никогда не спадаются, там они все время в этом состоянии растянут. Величина внутри плеврального давления на вдохе объясняется изменением положения диафрагмы. Вообще, в покое человек дышит в основном, должен дышать, давайте так договоримся, полным дыханием диафрагмально. К счастью для мужчин, эта ситуация у нас проявляется в лучшей степени, чем у женщин. Женщина в большей степени дышит красиво, но грудной тип дыхания. Диафрагмальный тип дыхания более эффективный, потому что в дыхании участвуют все и верхние, и средние, и нижние отделы легких. Купол диафрагмы опускается при вдохе, вот, и причем где-то примерно от 5 до 9 сантиметров, а каждый шаг, образно говоря, один сантиметр, где-то 300 миллилитров, 300 кубических сантиметров. Поэтому трижды 9, где-то около 3 литров вполне достаточно человеку, чтобы обеспечить вот даже достаточно интенсивную легочную вентиляцию. Это мы сейчас про жизнью емкость легких, да, говорим? Ну, в том числе, да. Жизнью емкость легких – это та величина, определение ее – это количество воздуха, которое можно максимально выдохнуть после максимального вдоха. Она имеет три составных части. Собственно, сам дыхательный объем – это 500 миллилитров, да, резервный объем вдоха – это где-то полтора-два литра, резервный объем выдоха – где-то литр-полтора. Еще остается плюс к жизненной емкости легких, еще остаточный объем легких. Это все в структуре общей емкости легких. Лечь идет об жизненной емкости легких. Конечно, людей, которые занимаются физической культурой и спортом, интересует вопрос, а может ли увеличиться это количество, величина жизненной емкости легких при занятиях спортом? И хорошо это или плохо, когда увеличивается? Ну, наверное, такой правильный ответ будет, что количество альвеол от рождения, от шести месяцев, то есть количество вот этих газовых пузырьков, в которых происходит контакт воздуха и крови, притекающий к легким, не увеличивается, а увеличиваются только размеры этих структур. Вот альвеол, ну, количество альвеол, ацинус еще называется такая структура. А увеличение это происходит в результате увеличения объема грудной полости. Легкие же не имеют мышц, они изменяют свой объем только после того, как увеличивается объем грудной полости. А объем грудной полости увеличивается в том случае, когда работают дыхательные мышцы. Это диафрагма и наружные межреберные мышцы. Так вот, тренировка, которая обеспечивает увеличение жизненной емкости легких, ну, увеличивает, наверное, силу и выносливость дыхательных мышц. При однократном исследовании, а еще интереснее, вот, динамика, когда проводится пятикратное исследование жизненной емкости легких, так называемые пробы оризонтали. Если в течение пяти повторений эта величина жизненной емкости легких не уменьшается, а даже возрастает, это хорошее состояние системы внешнего дыхания. А если с каждым разом уменьшается, ну, наверное, это не есть хорошее состояние и требуются дополнительные тренировки, занятия этими упражнениями для увеличения силы и выносливости дыхательных мышц. Сами дыхательные мышцы, в частности, межреберные мышцы, наружные, это очень слабенькие мышцы. Вы сами представляете, сколько можно продышать через трубку акваланги или дыхательную маску с трубкой, да? Ну, где-то 30-40 сантиметров. А почему не метр? Почему не два метра? Да потому что силы наших дыхательных мышц недостаточно. Для человека, в сожалению, вот такая система устроена. А вот диафрагмальное дыхание, о чем мы начали с вами говорить, оно очень дыхание интересное, поскольку именно вот такой тип дыхания обеспечивает возможность дыхания человека, если он встречается с перегрузкой. Летчики, космонавты особенно, они в их подготовке обязательно тренировки по обучению именно диафрагмальным дыханием. Ну, представьте себе, если увеличение, ну, при подъеме самолета, при выраже, допустим, при подъеме ракеты, возрастает величина давления на организм человека, в том числе на грудную клетку, если она возрастет 2-3-4 раза, это называется единица Ж, ну, представьте себе, на грудную клетку посадить 2-3 человека, такого же массы тела, можно сделать дох? Да нет, это сделать невозможно. Возможно только в том случае, когда работает диафрагмальное дыхание, ну, называйте его нижним, называйте его полным, но это диафрагмальное дыхание. Но, к сожалению, эта диафрагма, эта мышца не, ну, не очень хорошо поддается управлению, то есть это гладкомышечная ткань, и для того, чтобы научить человека диафрагмальному дыханию или брюшному типу дыхания, надо учиться. Поэтому учатся музыканты, учатся певцы, ну, наверное, должны учиться и спортсмены, которые тоже необходимо обеспечить достаточное количество поступлений кислорода в различных условиях. Вот еще маленький вопросик тоже от себя. Очень интересно, какие бы вы упражнения, какой тип упражнений вы бы рекомендовали для, например, увеличения жизненной емкости легких и для тренировки дыхательных мышц? То есть я так понимаю, что должны быть какие-то упражнения на увеличение экскурсии ребер или нет? Это именно конкретно жизненной емкости легких? Итак, жизненная емкость легких увеличивается только в том случае, когда увеличивается объем грудной полости, а он увеличивается в результате работы дыхательных мышц. Каких? Наружных и межреберных мышц, диафрагмы. А если речь идет о форсированном вдохе, то еще подключается ряд других мышц. Допустим, в груди наключаются сосовидные мышцы, лестничные мышцы. Да, действительно, тренировки, упражнения, которые способствуют нагрузке на эти мышцы, да, они будут автоматически влиять на силу и выносливость этих дыхательных мышц. Все, принято, замечательно. Спасибо большое за ответ. Тогда следующий вопрос. Каким образом еще кислород у нас поступает в организм, кроме того, как через лекарь? Да, интересный момент, друзья мои. Значит, количество кислорода, которое необходимо для организма человека в течение минуты в обычном состоянии в покое, составляет 250-280 кубических сантиметров. Для этой цели надо сделать 12-16 дыхательных движений, то есть частота дыхания, и каждое дыхание должно вентилировать где-то порядка 500 кубических сантиметров воздуха, дыхательный объем. Так вот, зачем нам нужен этот кислород? Для какой цели? Можно ли обойтись без этого количества кислорода, ограничиться, допустим, выполнением работы без кислорода? Есть такие организмы на земном шаре? Да, есть. Это так называемые анаэробы, которые образуют энергию, а сейчас я перейду к этому вопросу, образуют энергию и без участия кислорода. Но это ограниченные соединения, это, как правило, простейшие и жизнь-то на Земле возникла только после того, как количество кислорода накопилось достаточно, то есть 20,9%. Так вот, количество кислорода, значит, можно образовывать энергию и в организме человека остались, как рудимент, вот эти механизмы образования энергии без кислорода, так называемые биохимические реакции гликолиза. Кстати говоря, мышечная ткань наша имеет ферменты образования энергии, нам нужен, в общем-то, кислород для того, чтобы образовалась энергия. Энергия это аденозин, трифосфорная кислота, а место образования митохондрии, количество, коллега, на ваш вес, это несколько десятков килограмм в сутки, вот так, такой вот завод химический, который существует, интересно, но она постоянно, эта энергия тратится. Так вот, в режиме без кислородного образования энергии, гликолиза, образуются 2-3 молекулы АТФ, на граммолекулу этого вещества. А вот в условиях образования энергии с участием кислорода, в данном случае образуется в 19 раз больше молекул АТФ, это так называемый цикл трикарбоновых кислот, цикл аэробного окисления. Вот поэтому потребление кислорода и количество его поступления, сейчас я отвечу на вопрос, как он поступает в организм человека, поскольку бытует мнение о том, что кислород может поступить через желудочно-кишечный тракт, да, с помощью коктейлей кислородных, вот, или через кожу, если, значит, насытить воду, в которой находится человек-пациент, так называемые жемчужные ванны, да, есть вроде как через кожу. Нет, друзья мои, к сожалению, такого не бывает. Только через систему легких, только через альвеолы, только так поступает кислород в организм человека. Вот углекислый газ, да, вот он очень хорошо проникает через различные среды, вот, коэффициент его диффузии очень высокий, в 100 раз больше, чем коэффициент диффузии кислорода, коэффициент проницаемости вот кислорода, поэтому для углекислого газа, да, это можно говорить о каких-то других, значит, методиках для уменьшения количества углекислого газа в организме. С кислородом только поступление в организм кислород. Значит, я обратил ваше внимание на особенности кислородного поступления в организм, это, во-первых, отсутствие депо, ну, нет этого, запасов. Сколько ни дыши, сколько ни старайся, даже если мы будем использовать в чистом виде кислород, то запасов кислорода в организме человека не увеличится, поскольку в норме насыщение гемоглобина эритроцитов кислородом составляет 98%, и так в наших условиях атмосферного давления. Поэтому даже использование кислорода, ну, я просто не говорю о кислороде под повышенным давлением, эта методика называется гипермарическая оксигенация, ну, не тема сегодняшнего разговора. Вот, первая особенность — отсутствие депо. Вторая особенность — очень высокая потребность высокодифференцированных тканей. Это нервная ткань, центральная нервная система, это железистые ткани, ну, вот, ткани, значит, половых желез — это вот все очень чувствительные к недостатку кислорода. Еще одна особенность — очень огромный резерв увеличения потребления кислорода. Если в покое 250-280 кубических сантиметров, то это наша система дыхания дает возможность увеличить, а вы знаете такой термин, как максимальное потребление кислорода, МПК, да, то он до 4, даже до 5 литров в минуту увеличивает, то есть 20-ти кратный запас прочности. И поэтому мы можем манипулировать различными дыхательными психотехниками, не особенно боясь, поскольку у нас резерв такой огромной системы внешнего дыхания, да, легочная система, аппаратом внешнего дыхания, который обеспечит нам необходимое поступление количества кислорода. Ну и последняя особенность, которую я хотел бы отметить, что человек практически, если не практически, то очень слабо ощущает недостаток кислорода. Ну вот, коллега, если вам предложить сейчас искусственную газовую смесь, ровно наполовину лишенную кислорода, вы не заметите этого. Это не просто интересно и смешно, а дело в том, что это ситуация, которая может возникнуть при пожаре, когда накапливается угарный газ и он занимает место, и человек теряет сознание от недостатка кислорода, не ощущая этого недостатка. Вот такая вот особенность. Она связана с особенностями регуляции дыхания, особенностями восприимчивости к кислороду. Ну и самая последняя особенность для кислорода, это каждый человек обладает своей индивидуальной устойчивости к кислородному голоданию. Маленький вопрос также от себя очень интересует. Вы просто обмолвились про оксигенацию крови 98%, и вот у меня такой вопрос будет к вам, как у человека, который часто проводит тренировки аэробного и анаэробного характера для своих клиентов. Я думаю, что для наших слушателей это тоже будет очень интересно. Вот насколько сильно во время анаэробных и насколько сильно во время аэробных тренировок может упасть оксигенация крови у наших клиентов? В зависимости от мощности выполняемой работы. Если эта работа, ну по классификации, правда, Фарфеля, я не знаю, может быть, особенной классификации определенных видов упражнений, но упражнения, которые связаны, вернее, физические упражнения по классификации Фарфеля как максимальной мощности, эти упражнения выполняются в течение 10-20 секунд, это абсолютно анаэробный режим. Но насыщение крови кислородом в этом случае, в общем-то, намного не изменится, потому что очень короткое время. Да, это анаэробная работа, да, это бескослородная работа, это наличные запасы кислорода в организме человека. То есть наличные запасы не кислорода, а энергии. АТФ, критин, фосфат и так далее. Но в этом случае уменьшение незначительное. Если речь идет о работе субмаксимальной мощности от 20 секунд до 3-5 минут, частотой сердечных сокращений, допустим, 150-170 сокращений в минуту, кислородный запрос при этом достаточно большой, величина потребления кислорода во процессе работы небольшая, поскольку не успевает система подключиться в эту работу. И кислород достигает, да, вообще-то, значительных значений. Вот в этот момент, да, степень снижения насыщения гемогламина кислорода может снизиться, ну, процентов до 90. Если речь идет о работе большой мощности, здесь снижение может быть, но оно меньше, чем при работе субмаксимальной мощности, поскольку здесь система вырабатывания, так называемые, явления, то есть мобилизации системы дыхания, увеличение легочной вентиляции, потребление кислорода уже запускается на полную мощность. И здесь, в общем-то, восстанавливается переволочально сниженное насыщение гемоглобина кислорода. Для работоумеренной мощности здесь вообще никаких разговоров нет. Ничего не снижается. Не снижается, понятно. То есть, в принципе, у меня просто была такая идея, что, например, для тех людей, с которыми я интенсивно худею, мы тратим большое количество калорий на тренировках, для того, чтобы у них оксигенация сильно не снижалась, как мне на тот момент казалось. Я думаю, что есть ли, например, смысл такому человеку, например, в перерывах отдыха, либо до тренировки дать подышать, например, медицинским кислородом, который сейчас в аптеках продают из баллона. Вот будет ли в этом какой-нибудь смысл? Будет ли увеличиваться количество окисленного жира в момент выполнения упражнения, либо в этом нет абсолютно никакого смысла? Относительно использования кислорода в режиме баллона и так далее. Кислород, да, действительно ускоряет утилизацию недокисленных продуктов обмена, молочной кислоты и пировиноградной кислоты, устраняет вот эти явления кислородного долга. Действительно, мы правы в том, что жир, в общем-то, окисляется при достаточном количестве кислорода. Вот. Если нет кислорода в этом случае, то тогда анаэробный тип образования энергии за счет, в основном, глюкозы, углеводов. И тогда дыхательный коэффициент, ну, вот это отношение углеконцентрации, количество углекислого газа выделенного, количество употребленного кислорода составляет единицу. Когда окисляются жиры, это, в общем-то, можно посмотреть, если использовать дыхательную аппаратуру, газоанализаторы. Пожалуйста, выдох пациента, если дыхательный коэффициент составляет 0,7, да, вы правили предполагать, что окисляются жиры. Вот. В момент восстановительного периода, значит, еще раз, запасы кислорода вы не увеличите. Да. Но вы можете утилизировать, убрать кислородный долг. Да, особенно молочную кислоту, первоиноградную кислоту, так называемая фракция, лактатная фракция кислородного долга. Она сама ликвидируется, эта фракция, да, но должно пройти время, как минимум 30 минут 60 минут. Тогда уровень молочной кислоты вернется к исходному значению. 4 ммоль на литр, так называемый порог анаэробного обмена. А если использовать кислород, просто ускоряете этот процесс, достижение исходного нормального состояния. Ну, наверное, так. Замечательно, спасибо большое. Я довольно-таки плотно работал с мониторами сердечного ритма, с пульсометрами, и сейчас современные пульсометры дают возможность отслеживать кислородный долг. Так вот, какую интересную закономерность я заметил, что если мы восстанавливаем кислородный долг после тренировки, например, делаем кардиозаминку на тренажере, то суперкомпенсация, время суперкомпенсации, оно как бы сближается. Получается, что восстановление наступает быстрее. Если же мы кислородный долг не восстанавливаем после тренировки, тогда время суперкомпенсации немножко как бы отдаляется. Получается, что восстановление получается дольше. Так вот, можем ли мы тогда, возможно, дав подышать клиенту кислородом, ускорить его процесс восстановления, процесс суперкомпенсации? Да. Да. Вот одна из методик, я просто, как говорится, то, что мне известно, чем я работал, я работал с методиками гипербарической оксигенации. То есть, когда мы спортсмену в ходе интенсивной мышечной деятельности предлагали как средство восстановления использовать кислород, но уже не в режиме просто баллона из кислорода, а кислород под повышенным давлением, в барокамере. Называется методика гипербарической оксигенации. Но она использовалась для того, чтобы, да, действительно, вы правы, ускорить процесс восстановления. Насколько это эффективно с точки зрения использования обычного кислорода? Ну, наверное, эффективно, поскольку, как я уже сказал, ликвидируются последствия кислородного долга. Замечательно. Ладно, хорошо. Тогда следующий вопрос. Какое количество необходимо нашему организму кислорода? И, соответственно, вообще, в принципе, какие процессы, что делает кислород в организме? Ну, я уже немножко рассказал. Это образование энергии. Энергия, аденозин-трифосфорная кислота. Значит, сколько нужно? Минимум 250-280 мл. Значит, то, что мы с вами сейчас сидим в течение минуты. Сколько требуется энергии? Если человек упокоит, ну, я сейчас рассчитываю на аденозин-трифосфорную кислоту, сейчас рассчитываю на количество энерготрат, где кислород принимает участие. Так вот, это количество, ну, минимум определяется величиной уровня основного обмена 1700 килокалорий, а каждое физическое упражнение, то, что мы с вами сидим, это увеличивает эти потребности. Интенсивная мышечная деятельность, которая занимается в тренажерном зале и так далее, ну, предполагает увеличение энерготрат до 3-4, даже до 5 тысяч килокалорий. В этом случае, естественно, поступление кислорода в организм человека возрастает. Это возрастает за счет увеличения минутного объема дыхания, за счет увеличения частоты и глубины дыхания. Это с одной стороны. К счастью, для спортсмена коэффициент использования кислорода, если мы занимаемся непрерывно, долго и постоянно, увеличивается. То есть, если для обычного человека это небольшая величина того кислорода, который извлекается из вентилируемого воздуха, для спортсмена эта величина больше, то есть, более эффективна, с меньшими затратами. Ну, типичные адаптационные реакции для спортсмена, который занимается интенсивной физической деятельностью. Понятно, Верний Федорович, а вот какой механизм является причиной того, что нам необходимо делать следующий вдох? Вот как организм понимает, что вот пора делать следующий вдох? Вот здесь, уважаемые друзья, внимательно, пожалуйста, если есть возможность у вас, послушайте. Очередной вдох наступает у человека не потому, что ему не хватает кислорода, это не поэтому. Если вот ваш выдохнутый воздух опять вдохнуть, ну, перед этим кое-что убрать оттуда, тогда вы еще спокойно, еще минуту-две будете на том количестве выдохнутого воздуха, который с пониженным содержанием кислорода. Так вот, очередной вдох стимулирует концентрация углекислоты. И очередной вдох наступает только тогда, когда эта величина достигнет какого-то порогового значения для человека. Ну, для чего мы делаем, ну, частое глубокое дыхание, так называемый термин гипервентиляции, перед тем, как задержать дыхание, ну, наверное, под воду там, допустим, или еще что-то. Мы, это делается не для того, чтобы насытить организм кислородом. Смотрим, в начале депо кислорода нет. Нет, да. Гемоглобин и так на 98% насыщен. Даже если мы чистым кислородом будем человеку дышать, количество кислорода в организме человека не увеличится. И насыщение гемоглобин и кислорода не растет. А вот концентрация углекислоты, достигнув какого-то порогового значения, стимулирует работу очередной вдох. Так называемый императивный срыв задержки дыхания, как раз, определяется величиной задержки угольной кислоты, СО2. Главным регулятором дыхания является именно концентрация углекислоты. И все дыхательные психотехники, которые направлены на увеличение времени задержки дыхания, они не увеличивают количество поступающего кислорода. Нет. Они повышают или даже понижают чувствительность дыхательного центра к избытку углекислоты. Вот в чем смысл этого явления. Игорь Николаевич, а может ли у избыточной концентрации углекислоты понижать артериальное давление? Потому что, я помню, как-то давно учили, что, например, если вдруг у человека приступ повышенного давления, можно подышать через левую ноздрю, потому что она вроде как меньше у нас, насытить кровь углекислым газом, то есть не давать ему полноценным ходить. И это вроде как должно понизить давление. Ой. Много путаниц. Вот очень интересно узнать ваше мнение. Ну, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, давайте вернемся к углекислоте, к ее эффекту в организме человека. Ну, давайте так начнем с чего. Углекислота, в общем-то, с одной точки зрения мы ее выводим из организма, да, вроде как она ненужная, конечный продукт метаболизма. Но, на это рассчитаны, кстати говоря, парадоксальные дыхательные психотехники Стрельниковой и Бутейко. Они предполагают мероприятие или упражнение, которое задерживает углекислый газ в организме человека. И вот ваша иллюстрация или вопрос относительно изменения влияния на реченое давление, да, он имеет место быть. Почему? Да потому что, если мы удалим из организма при гипервентиляции углекислый газ, в этом случае нарушается тонус кровеносных сосудов. И в центральной нервной системе кровеносные сосуды, кровоснабжающие головной мозг, сужаются. И наблюдается явление, ну, если не прекращение, то снижение кровотока. Ну, естественно, полуобморочное состояние. Это первый эффект, который, ну, положительный эффект, который имеет углекислота. Еще один положительный эффект, который имеет углекислота, ну, влияние на величину артериального давления. Но я бы не рекомендовал использовать какие-либо дыхательные психотехники вообще. И в частности, то дыхательную психотехнику, какую ноздрю вы закрывали, левую или правую? Не, правую, левая меньше, да. Если человек дышит правой ноздрю, то это по дыхательной психотехнике пранаяма называется солнечное дыхание. Если дышит левой ноздрю, это лунное дыхание. Если это дыхание левой и правой ноздрю, то это полное дыхание. Ну, не в этом пока разговор не о дыхательных психотехниках, а влиянии углекислого газа. Итак, углекислый газ влияет на тонус кровеносных сосудов. Но я бы еще раз возвращаюсь. Не рекомендовал при приступах или увеличении величины артериального давления, то есть это какая-то ситуация критическая, да, пользуются никакой дыхательной психотехникой. Дело в том, что у одного человека она может привести к положительному изменению, а у кого-то может усугубить это состояние. Поэтому я как врач прежде всего решаю вопросы не навредить человеку. Теперь по поводу еще раз углекислого газа. Кроме этого положительного влияния на тонус кровеносных сосудов мозга есть еще два положительных эффекта, связанные с влиянием углекислоты. Это во-первых, при повышении концентрации углекислоты есть такое понятие, как кривая диссоциация оксигемоглобина. То есть когда оксигемоглобин, гемоглобин насыщен кислородом, должен в тканях отдать этот кислород и обеспечить поступление кислорода в организм человека. Но это определяется величиной давления, парциального давления кислорода в тканях и в крови. Так вот, увеличение концентрации углекислого газа в крови ускоряет и облегчает вот этот распад этого соединения. И последнее. Ну, есть данные о том, что углекислый газ влияет на ликвидацию активных форм кислорода. Свободных радикалов, правильно? Свободных радикалов? Да, 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 свободных радикалов. Потому что не весь кислород используется в цикле трикарбоновых кислот, а где-то 5% переходит в активные формы кислорода. А эти активные формы кислорода, кроме положительного влияния, еще могут очень много сделать плохого. Поэтому, вы знаете, есть такие фармакологические препараты, как антиоксиданты, и есть даже продукты питания, которые содержат вот эти оксиданты. Анти против оксидокислорода. Ну, наверное, вот так надо. По поводу углекислого газа мы пройдемся. Поэтому избавляться от углекислого газа не надо. Так же, на мой взгляд, как и его накапливали. Замечательно. Хорошо. Тогда следующий вопрос. А что обозначает мертвый воздух или мертвое пространство? Вот этот термин, который, пожалуйста, давайте поставим в свои точки над «и». Нет никаких мертвых газов и нет никаких вредных. Это термин, который используется для обозначения того воздуха, который не участвует в газообмене. Вот у нас легочная система, состоящая из бронхов, главных, долевых, сегментарных, терминальных, окончательных. Вот по классификации Вейбеля имеет так называемую 23 этажа, ну, градации уровней. Так вот, с первой по шестнадцатую, их называют не градации, не этажи, а генерации. С первой по шестнадцатую генерацию – это воздухопроводящая зона. Вот где-то до средних бронхов. Она составляет 140 кубических сантиметров. Так вот, если из 500 кубических сантиметров, которые вентилируются, убрать эти 140, которые не участвуют в газообмене, остается 100. 360. Ну, фактически чуть-чуть больше, чем половина. Так вот, этот воздух 140 кубических сантиметров не участвует в газообмене, и поэтому вроде как не нужен. Вот, и поэтому получил такое некрасивое название – объем мертвого или вредного пространства. Вот, наверное, так. Понятно. Еще вопрос, который интересует многих моих клиентов. Вот, хотелось бы прояснить, относительно физиологии этого процесса, такое понятие, как второе дыхание. Вот, очень часто бывают клиенты, говорят, о, у меня открылось второе дыхание, вот я чувствую второе дыхание. Вот, из-за чего это происходит, и что происходит на физиологическом уровне в организме? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне все-таки сделать уклон в раздел «спортивная физиология», в понятие физической работоспособности и адресовать вас с так называемой кривой работоспособности. Значит, суть этого явления. Дело в том, что по этой, ну, человек, который начинает выполнять работу, проходит несколько периодов или фаз, которые, одна из них, называется «врабатывание». Так вот, в этом периоде вырабатывания физиологические системы начинают не как солдаты в строю идти, в ногу. Одни опережают, другие отстают. Так вот, если скелетные мышцы начинают выполнять работу без всякой подготовки, без всякого вырабатывания, тоже начинают выполнять работу, они требуют увеличения частоты сердечного сокращения, увеличения поступления кислорода, потребления кислорода. А это еще не может произойти, поскольку эти системы более инертные. Так вот, когда вот это рассогласование в потребностях скелетной мускулатуры, которая начала уже работать очень интенсивно, выполняет ту работу, которую мы предлагаем, не обеспечивается необходимым увеличением функции системы дыхания и сердечно-сосудистой системы, вот это рассогласование очень субъективно плохо ощущается. И получила название, ну, психологическое, наверное, название термина «мертвая точка». То есть, вроде как мертвая. Ничего не умирает, конечно. Просто субъективно очень плохо ощущается вот это рассогласование, диссонанс. А вот когда через некоторое время наступает, догоняет системы, которые отставали, системы дыхания, сердечно-сосудистой системы, и когда выравнивается это положение запроса и потребления, мобилизации системы двигательного аппарата, системы дыхания, и тогда ощущение, что стало хорошо, появилось вроде бы как термин «второе дыхание». Никакого второго дыхания, третьего дыхания не существует, существует термин, который обозначает вот это вот состояние. Понял, замечательно. А может ли вот ощущение второго дыхания быть связано с тем, что, например, если мы используем нагрузку умеренной мощности, так сказать, то есть бежим, например, длинную дистанцию, насколько принято считать, что первое время мы, конечно же, не важно, насколько сильно мы работаем, мы все равно преимущественно используем как источник энергии все-таки углеводы. И вот в тот момент, когда у нас уровень углеводов, например, у неподготовленного человека начинает существенно снижаться, и организм переходит на аэробный преимущественно, и получается режим энергоиспечения за счет жиров, то в этот момент получается, что как бы в тот момент, когда углеводов уже стало меньше, у человека наступает утомление, в тот момент, когда подключается жир, как источник энергообеспечения, открывается, как будет тоже второе дыхание. Может это как-то влиять? Или это совсем другое? Фантастика. Фантастика, да? Нет, я не по этому говорю. Вы очень хорошо мыслите и думаете, и предлагаете нам, физиологам, попытаться объяснить эту ситуацию. Может быть, это и так. Дело в том, что переход вот этого согласования-рассогласования происходит при выполнении физической нагрузки несколько раз. Я вам рассказал только о очень грубой форме вариантов двигательного аппарата и системы дыхания. Наверняка существуют моменты перехода с одного типа энергообмена на другой, аэробно-энеробные, субъективные ощущения. Наверно, наверное, но это завтрашний день. Все, понятно, принято. Будем изучать это. Да, понятно, потому что да, вот некоторые спортсмены очень интересны, испытывают ощущение так называемого удара об стену, когда вот резко заканчиваются углеводы, и потом еще они в организм не переходят. Наверное, это все-таки больше фантастика, чем реально. Но хотя, может быть, имеет какие-то основания для того, чтобы начать рассуждать, изучать этот вопрос, думать над этим вопросом. Согласен, здорово. Тогда вопрос относительно силового вида спорта. Как у нас вдыхание отвечает за понятие тяжесть? Потому что есть в целом спорте такое понятие, как прием вальсальвы. Когда мы, например, делаем задержку дыхания, а выдыхаем уже после прохождения мертвой точки. Вот что вы можете сказать? И на этот счет, то считается, что, например, такой прием увеличивает силу на повторного максимума. Ну, здесь вы правы, вот в чем. Действительно, проявление максимального мышечного усилия достигается при задержке дыхания. Это да. Почему так? Ну, прежде всего, для того, чтобы мобилизовать максимальное количество двигательных единиц скелетных мышц, надо прежде всего дать импульс, который имеет большую величину, то есть амплитуду. Ну, даже не это самое главное. А главное, этот импульс должен быть определенной частоты. И чем больше частота подаваемых импульсов со стороны центральной нервной системы, то изменяется режим мышечного сокращения с одиночных на тетаническое. Так вот, тетаническое сокращение двигательного аппарата обеспечивает на порядок больше проявление мышечной силы, чем если эти двигательные единицы сокращаются в режиме одиночного сокращения. Так вот, именно задержка дыхания позволяет увеличить частоту подаваемых импульсов со стороны центральной нервной системы, исполнительного аппарата, и перевести одиночное сокращение в тетаническое. Но это одна из гипотез, то, что вы говорите. На самом деле так, аналийс, ну, факт, вы абсолютно верно говорите, что влияет величина состояния дыхания, в частности, задержки дыхания, как я вам говорил, на показатели мышечной силы. Да, ну, насколько это вас интересует процент, процесс, не только процесс, а процент, вот, насколько увеличивается, как долго сохраняется, можно ли выработать условный рефлекс при этом ситуации, потому что и удар, и поднял, и, в частности, выполняется задержкой. Это, да, факт имеет место вы. Замечательно. Ну, и для того, чтобы подытожить уже, наверное, ближе к концу всех вопросов, задаю следующий вопрос. Как же все-таки правильно обучать время тренировки, через нос, либо через рот? Вот так, да? Да, так вот, если обратиться к историческим аспектам этой проблемы, то все дыхательные психотехники, начиная с пранаямы, это индийские йогы, вот, или китайский цигун, или вьетнамские методики, ну, есть предмет, может быть, для разговора отдельно по этой теме дыхательных психотехник, используют дыхание носом, причем не только носом, левая и правая половина, а поочередно, как я уже говорил, это, вот, солнечное дыхание, вот, пранаямы, или лунное дыхание, или полное дыхание. В чем дело? Дело в том, что верхние дыхательные пути, в которые включает в себе полость носа, вот, носоглотку и верхние, ну, это то, что входит в состав верхних дыхательных путей, в том числе нос, да, это огромное рецепторное поле, которое ощущает не просто прохождение воздуха, но дает целый ряд информации по сужению и расширению, или расширению бронхов. Это прежде всего. Во-вторых, воздух через носовой дыхание согревается. Дело в том, что если, ну, это же физиологические явления, когда холодный воздух, да, вот, у жителей, людей, которые попадают в своих низкой температуре, наблюдается спазм сужения бронхов, то есть сопротивление дыхания, уменьшение количества поступления воздуха, вот, то есть рефлекторное влияние, влияние на очищение воздуха, согревание воздуха, вот, это все те положительные явления, которые касаются именно носового дыхания. К сожалению для нас, при физических упражнениях, ну, даже, даже умеренные мощности, я не говорю о большой и субмаксимальной мощности, ну, при максимальной вообще человек практически не дышит, ни ртом, ни носом, да, вот. Вот. Но, к сожалению, затруднены. Почему? Сопротивление дыхания. То есть здесь возрастает сопротивление дыхания, вот, и поэтому хорошая рекомендация дышать носом, вот, даже, я сейчас просто проведу один из примеров, вот, дыхание пранаяма, так называемое дыхание кузнечный мех, когда человек дышит носом глубоко и часто, в течение пяти-десяти раз, вот, носом только дышит, да, вот, после физической нагрузки, кстати говоря, ускоряет процессы восстановления, по мнению, вот, те, кто предлагает. После этого делается вдох, полный, полный выдох и задержка дыхания. Вот таких процедур надо повторить пять-семь, вот, и это, оказывается, влияет на ускорение процессов восстановления, влияет на восстановление процессов возбуждения и торможения центральной нервной системы, то есть снижает стрессовую увеличенную нагрузку и так далее. Понятно. Спасибо. Спасибо большое, да, за то, что делили свое время. Мы обязательно пригласим Юрия Николаевича для того, чтобы осветить такую тему, как дыхательные психотехники, потому что лично меня очень сильно заинтересовал, я всю жизнь интересовался различными психотехниками, которые действительно помогают и спортсмену, и простому обывателю повысить качество своей жизни и качество тренировок. Поэтому надолго не прощаемся, в следующем выпуске обязательно расскажем вам про дыхательные психотехники. Спасибо за внимание. Да, все-все, добро, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»